Продолжение следует... 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 Поэтому есть условия, ходим во свете. И мы с вами, открывайте, начали записывать, что такое ходить во свете. Вы тут сами предлагали варианты, что значит ходить во свете. Фройте, что мы записали, что значит ходить во свете. Ходить во свете, посещать храм, молиться, читать священное писание, верить в Бога, вести благочестивый образ жизни и мышления, признавать свои грехи. Не торопись. Благочестивый образ жизни. Даша, если не было, можешь записывать. А, ты была? Нет. А, ты занятия, наверное, по интернету посмотришь. Молодец какая, смотрите. Пропустила занятия? Точно. А я вам говорю, ладно, тебя не было, ты не знаешь. Точно. Теперь все могут. Занятия же у нас почти все редко, когда они снимаются. Посмотрели, посмотрели домашнее задание, записали, если мы что-то записываем. Правильно. Вести благочестивый образ жизни и благочестивый образ мысли даже. Смотрите, какая глубина и чистота христианства. Она даже о мыслях речь ведет. Дальше что? Еще ты сказала признавать свои грехи. Ведь признание греха своего – это первая ступенька, чтобы в этом грехе раскаяться и затем, чтобы этот грех исправить. Невозможно же исправить грех, когда ты его не признал, не осознал и не принял. Поэтому первая ступень – признать этот грех. Многие грехи сейчас пытаются отменить. Это не грех, это не грех и это не грех. И вообще практически уже никакие грехов-то и не осталось. Нет. Грехов только еще больше с каждым днем. Другое дело, признают их люди, не признают. Многие ведь говорят, ой, да мне даже каяться не в чем. Вот правда такое есть. Даже один священник говорит, даже приходят на исповки и говорят, брошка, я даже не знаю, в чем мне покаяться. Я вот, ну, не согрешаю. Я вот живу, я все такое хорошее, помолюсь, пощусь. Прям вообще даже покаяться. Представляете, несчастные люди, у них даже грехов нету на исповки сходить. Ну, на самом деле грехов очень много, просто нужно, как говорят психологи, нужно сделать самоанализ. Ну, у нас, у христиан, то есть исследовать себя, исследовать, посмотреть себя, исследовать себя, исследовать Писание, посмотреть, соответствую ли я Слову Божию, заповедям Его, во всей их полноте, во всей их строгости. И, дальше, мы разобрали еще последнее, две заповеди, самые главные. Какие две самые главные заповеди, Даша? Возлюби Господа и возлюби Ближнего своего. Да, если вот кратко. Возлюби Ближнего и возлюби Господа. Правильно. Ведь все, мы разобрали, что все десять заповедей, которые были даны Моисею, они укладываются в эти заповеди, да? Любить Господа и любить Ближнего. И дальше уже заповедям не уби, не укради. Почитай родителей, они будут все заложены в эту заповедь. Если ты любишь Господа, если любишь Ближнего своего, ну как ты его убьешь или украдешь у него? Ты его люби. Люби Ближнего своего, как самого себя. То есть не желаешь себе беды, воровства, чтобы тебя украли, убили. И ты так не поступай, да? Но помимо этих заповедей, сколько еще сверх того? И не завидуй. И не гневайся. И ненависть. И все остальное. Чувствование. Опять же, благочестивый образ мысли, который мы уже писали. То есть это все тоже заложено. То есть не просто не проявляй, но и даже внутри себя изгоняй эти чувствования. Далее пишите следующий пункт, очень важный. Уметь прощать. То есть далее мы объясним, что такое жить и ходить во свете. Подобно, как он во свете. Уметь прощать. А это очень тяжело. Когда-нибудь вам приходилось, ну вот кто-то вам очень не нравится, досадил вам. Ну вот прям серьезно. Ну или неверующие люди, или кто-то в школе. Взрослые, дети, ровесники, коллеги по работе там у кого-то. Родственники что-то не поделили, да? И вот такая вот прям на них обида. А вы представьте, а вам, как христианам, надо их простить. И простить не внешне произнести это слово. Порой это слово тоже очень тяжело произнести. Для некоторых очень легко, кстати, произнес и все. Ой, ну прости меня. А внутреннее прощение произошло или нет? Вот от всей души вот прям отпустить. Это так тяжело, так, что это дается очень трудно. С молитвой, с чтением Слова Божия, чтобы вот свою душу, как батюшка говорит, надо размягчить. Чтением душеполезной литературы и читать Слово Божие, молитва. И это приходит очень-очень порой медленно. И некоторые люди вот со всеми живут примиренно, а с кем-то не могут примириться. Там бабушка, например, какая-то вот обиделась 40 лет назад. И вот уже все, на смертном адре. Ну прости, ну отпусти, не могу. Вот хочет верующая, не могу. И все. Знаете, как это тяжело? Как это серьезно? Уметь прощать. Это большая-большая добродетель, которую нужно в себе воспитывать. И без этой добродетели, без прощения, очень тяжело наследовать Царство Небесное. Уметь прощать, отпускать. Любую обиду, любую, даже если вам реальное зло причинили. А порой-то ведь обиды не на зле на каком-то, а на каких-то совершенно мелочах, которые не могут успокоиться и забыть. И вот эти мелочи будут мешать войти в Царство Небесное. Казалось бы, мелочь какая-то, да? Никого не убил, ни у кого не украл. А вот такая вот козявка какая-то, червоточина, которая повредит всей душе. Записали, да? Уметь прощать. Далее. Не следовать ничему мирскому. Мирскому имеется в виду вот вредному мирскому. То есть мы должны понимать в мире, что мы именно мирским и плохим называем. Это не то, что люди мирские, хлеб научились печь, а мы теперь не будем хлеб печь, учиться, даже поучиться. Неверующие люди изобрели там столько всего, чем мы прекрасно пользуемся. Мы пользуемся многое, что изобрели порой неверующие люди, мирские люди. И мы должны благодарить Господа, что есть разные изобретения, да, которыми мы пользуемся и довольны. Вот клеенку там кто-то производит, в миру ее производят, но не в том мере предприятия, но мы же пользуемся этой клеенкой, что бы мы сейчас вот делали, да, замечательно, или еще чем-то. То есть мирское имеется в виду не то, что в мире делается, а злое, то, что нас может отвратить от веры или уменьшить нашу веру, или наоборот сделать нас безбожниками. Вот если вы не видели, есть такой ролик в интернете, как бы корреспондент берет интервью у дьявола. И там, я вижу, да, дьявол? И он говорит, послушайте внимательно, то место, где он говорит, как он находит ключик ко всем. И особенно ему-то важны верующих, верующих отвратить от Бога. Отдалить их от Бога. И он говорит, я каждому нахожу ключик. Если это бедняки, я им даю там вот это. Нет, удовольствие там, разврат и так далее. Если это богатые через деньги, через славу, через тщеславие, они не могут быть верующими. Они, может быть, даже и думают, что они верующие, но он их отвращает. И они, ну как образно такое вражение, туши дьяволу продают за доходы, за... приступают законы, лишь бы обогатиться. Богатыми хотят быть. И что, он там такая фраза есть, может быть, я там немножко ошибаюсь, говорит, что... Через что я людей увожу? Особенно это молодежи касается от Бога. И говорит, через сериалы, там, музыку, спорт, и там, книги, по-моему, ну, литературу. То есть вот через это. При том, что кто-то скажет, да я вообще сериалы не смотрю, в игры играю. А я другой скажет, да я в игры не играю, я верующий. А потом, раз, сериалы смотрят. Безбожные, мирские, пошлые, развращенные. Разные специальные молодежные сериалы создают, которые только расшатывают моральные устои молодежи. Всю самую гадость вводят, как в норму поведения. Третий говорит, я сериалы не смотрю, я в игры не играю. Я вообще дома сижу, у меня там безбожников в друзьях нету. Но зато смотришь, книги безбожные, про просто сатанинского содержания. И там всех колдунов, вампиров, вся нечистая сила, весь этот Хэллоуин там домой затащили. А вы знаете, что дом, прежде чем священник приходит освящать, если это священник хороший, священник настоящий, живой и верующий, он скажет, ты сначала дом-то свой к освящению подготовь. Ты все безбожные книжки выкини из дома. И неважно, в электронном они видели, на полках стоят. Безбожные картинки-то там, этих бессовестных там разных певцов, сорви со стен, на стенах иконы должны висеть. Ну или там природа, как вот здесь нарисовано, да, или еще что-то, какие-то, ну можно там, ладно, пусть там фотография твоя висит. Но когда фотография, какого-нибудь там Майкла Джексона или еще кого-нибудь повешено, убери. Это я говорю, если настоящее священник. Я освящаю квартиру, чтобы здесь не было никакой нечистой силы, чтобы здесь Дух Божий почивал. Подготовь живище свое к этому освящению. То, что невидимое, невидимое, Господь очистит. А видимое-то убери, сожги и выкини. Все безбожное, все мирское, то, что тебе может помешать войти в Царствие Небесное. И таким образом подготовить квартиру свою, и душу свою, и мысли свои. Даже благочестивый образ мысли, мы об этом прочитали. Вот что такое мирское. Вот еще раз посмотрите. Ведь это же умные люди создали этот ролик, интервью с дьяволом. И он четко сказал, в каждой категории людей я нахожу свой ключик. И большинство мои, и самая большая заслуга какая. Ну, сейчас вот любому скажи, Бога нет, не поверит же человек. Даже самый безбожник, мирской человек скажет, да есть, есть. Никто сейчас практически редко, кто скажет Бога нет. Все соглашаются, что Бог есть. Но самое главное преимущество, что сделал сатана, он уверил всех, что сатаны нет. Что его нет. Бог есть, а сатаны нет. Поэтому люди в Бога верят, живут по-мирски, сатаны же нет. Есть бело-черного, нет, такого не бывает. Есть, и сатана трудится, и эти люди не хотят это признавать, что он трудится, и трудится именно с ними. И каждого из нас, он пытается подловить, как крыкающий лев ходящий и желающий кого поглотить, да, как сказано сама. Как лев рыкающий ходит и ищет кого поглотить. И найдет вот этот ключ, с какой стороны к каждому подойти, через мир, через мирской, чтобы оттащить этого человека от Бога. И у каждого это слабое место свое. Да? Один тоже. Через одного отвратить, через занятость, суету, работу, карьеру, другого еще через что-то. И вот он прям перечислил. Через что? К одному он войдет в душу. Через книги, через сериалы, кому-то там увлеченность карьерой, ростом каким-то там, своих навыков. К третьему, четвертому там, через спортивные достижения. Когда люди просто фанатеют от этого, от всего. Это не значит, что не надо любить там физкультуру, заниматься своим телом, здоровьем, здоровым образом жизни. Нет. Когда именно до фанатизма все это доходит, когда отодвигается вера в Бога на второе место, и на первое место ставится спор и вот это достижение. И последним пунктом запишите, не следовать ничему мирскому, ненавидеть грех, научиться ненавидеть грех. Мы, как христиане, никого не можем ненавидеть. Ненавидящий брата есть человека-убийца. Но одно мы можем ненавидеть, имеем право. Грех. Грех. И когда мы читаем псалмы, и там Давид, например, пишет, что там враги, там, Господи, покарай этих врагов, там, уничтожь их этих врагов. Этих врагов он-то, людей конкретных имел в виду, да? Преследователей своих, которые убить его хотели. А кого мы имеем в виду, когда мы читаем псалмы про врагов? Огнюша. Сатану. Сатану, беса, поля. И еще что? Что мы сейчас записали? Грех. Мы имеем в виду грех. Наш грех. И мы просим у Бога, отдали от нас этих врагов. То есть эти грехи, этих бесов, эти соблазны, эти, вот, на что мы попадаемся. Понятно? То есть, читая псалмы, мы должны подразумевать вот это, а не людей. Людей мы не имеем права. Мы должны любить. Прощать. Пойдемте. Я в груди напишу стих, потом следующий, учить, хорошо? Все. Давайте. Вы разберете на волосы, например. Поблагодарите. Бога поблагодарит. Написано, за все благодарите. Господи, благодарим Тебя за это занятие, что Господобил на здесь добраться. Слава Тебе, Господь, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Аминь. Пойдемте. Варя, давай листочек. Пойдемте. 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 Я, Который поздно создание наше, Памянуя капец и сны человек, Я, Которого гиду, Я, Коцин всем не так воцвететь, Я, Который в нём не будет, И не познает тому место своего, Милый же Господь не от века и до века, Набоящихся Его, И правда Его на стене, Сыну хранящих завет, И помнящих заповедей утворить, И я, Господь, на небесе уготова престол свой, И царство Его всеми обладает, Благословите, Господь, Ангелы Его, Сильные крепости, Товарищи, Слово Его, Услышите голос...